Пересечение курортного проспекта и улицы Фабрициуса. Здесь в районе Дендрария у дороги амброзия в человеческий рост. Сорняк неприхотлив может расти где угодно, а вот соседние с ним растения погибают. Амброзия иссушает почву. Пока сорняк угрожает только представителям флоры до тех пор, пока не зацветет. После пыльца становится опасной для аллергиков, поэтому амброзию нужно уничтожить до начала поры цветения. Об этом сегодня говорили на специальном совещании в администрации города. Чтобы в каждом районе был организован штаб по уничтожению сорной растительности. Особое внимание уделил детским садам, дошкольным учреждениям, школам, больницам, детским площадкам. На совещании показывают фотоотчет с последнего мониторинга. Как видно, амброзия пустила корни во всех районах города. Самые богатые плантации в Хосинском районе. Опасный сорняк растет на Транспортной, Пятигорской, на улице Шаумяна и Фабрициуса. Администрация уже отправила письма, ответственным за территорию с требованием уничтожить растения. Сложнее приходится с владельцами частных домов. При выезде наших инспекторов найти даже собственника, это составляет порядка несколько часов до нескольких недель. Потому что прячутся люди, нет, чтобы отреагировать на сигнал, что уже приходит вам. Говорят, что находится на вашем участке амброзии, начинается прятаться. В ходе рейдов специалисты Россельхознадзора на владельцев частных домов уже составили 20 протоколов. И это только начало работы. Административная ответственность и штрафы грозят и юридическим лицам. Теперь каждую неделю на планерных совещаниях при главе города представители районных администраций будут отчитываться о результатах борьбы с амброзией. Полностью уничтожить сорняк планируют до середины сентября. Ведь на кону престиж курорта. Амброзия, опасная для астматиков и аллергиков, не должна стать причиной не ехать на отдых в Сочи. Елена Всецна, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.